Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет о том, какие основные проблемы и основные болезни бывают у рассады баклажан. Каждый садовод, любитель огородник сталкивается с такой проблемой, что баклажаны плохо растут. В чем причина? Вроде бы вы все соблюдаете и световой день и все-все-все. И тем не менее баклажаны не растут. Первая причина. Если ваши баклажаны после пикировки останавливаются в росте, скорее всего, вы просто повредили корневые волоски. Полейте корневином и я думаю, что проблема через некоторый промежуток времени у вас как-то разрешится. Далее. Если вы не осуществляли пикировку и баклажан ваш останавливается в росте, вероятная причина, что горшочка для него становится мал. Значит, соответственно, у вас сорт достаточно воскорослый и, соответственно, горшка ему мало. Вытащите, посмотрите. Если ком оплетен сильно корнями, значит, соответственно, берем горшочек по уровню на 2 сантиметра и шире и выше и пересаживаем в новую емкость. Вторая, наиболее, наверное, самая распространенная причина это пожелтение нижних листьев у баклажан. Вот это встречается очень часто и почти каждый садовод-огородник пишет пожелтели листья, пожелтели листья. Беда, что делать? Так вот, нижние листья, когда у баклажана становится желтым, это первый сигнал о том, что ваш баклажан голодает. Ему срочно нужна подкормка. Так как, соответственно, скорее всего, с баклажан был посажен покупной грунт и он больше имел торфяную основу, соответственно, баклажану просто не хватает питания. И вот эти нижние листики начинают скручиваться, желтеть, облетать. Берем сразу комплекс специально для рассады. Желательно, чтобы он был с надписью именно для рассады и правильной формы. О том, какие выбрать удобрения, я вам расскажу в следующем ролике. Ссылку на этот ролик я вам дам в комментариях. Подкармливаем его и наблюдаем за ним. Если вы, как говорится, вовремя успели, то баклажан мы спасем, потому что баклажаны, поверьте, обжоры. И грунт должен у них быть питательный. Следующая проблема, с которой мы тоже достаточно часто сталкиваемся, это вянит рассада. Что же случается, как правило? Две причины. Это первое, вы просто стараетесь, чтобы не произошло никаких заболеваний, не доливать баклажаны. А баклажаны это достаточно благолюбивые растения, поэтому нехватка воды сказывается на том, что баклажан начинает увядать. Или же напротив, то есть вы слишком залили свой баклажан, вытащите его, посмотрите, не коричневый у вас корень. Если вы увидите, что вот такая проблема есть, что идет такой затхлый запах из горшка, это явная причина, что вы его перелили. Меняем срочно грунт, по возможности очищаем корешки, если это можно, которые загнили, убираем, подрезаем, брызгаем корневином и сажаем в новый грунт. Еще одна тоже очень распространенная причина, по которой начинает вянуть рассада, ну, по-другому сказать, что ваша рассада просто простыла. Вот как это не смешно звучит, но именно так и получается. То есть ваш баклажан стоит на достаточно холодном подоконнике, причем вот вы, может быть, подошли и не ощутили, что он холодный подоконник. Баклажан растение теплолюбивый и даже вы подошли к подоконнику и вы чувствуете, что горшочек достаточно прохладный, то есть температура кома земляного соответственно ниже, чем температура окружающей среды. Все, ваш баклажан просто заболел, он простудился, корни у него простудились. Что же делать в таких случаях? Во-первых, нужно его срочно приподнять, то есть подставить на какой-то более высокую подставку, изолировать от подоконника или же еще можно просто положить пенопластовые какие-то емкости, то есть сделать изоляцию. Сделать так, чтобы баклажан как можно меньше испытывал вот это переохлаждение. Можно также поставить на какие-то брусочки, то есть, понимаете, холодный воздух, он достаточно тяжелее теплого воздуха, поэтому он всегда идет по низу и в результате вот получается вот такое переохлаждение, поэтому делаем изоляцию. И еще один важный момент, на который вы тоже должны обратить внимание, от чего может страдать, перестать расти ваш баклажан, это вредители. Это могут быть и клещи, и белокрылка, это вот таких вот два злостных гада, которые просто могут на один раз убить всю рассаду. Ну, что можно сказать? Есть масса способов бороться народными способами, но я могу сказать, рассада достаточно нежные растения, и сил у нее не так много, чтобы вот противостоять. Если мы пойдем только чисто народным способом, мы можем просто не успеть. Здесь идет время, вы знаете, тут идет отсчет просто на минуты, поэтому я, конечно, не говорю, что именно так вы, но я вам советую именно применить химические препараты, вот в частности, вот такой вот актар, да, им можно полить ваши растишки, впитается в грунт, растение всосет его, в листья, то есть поступит по каналам, поступит в листья, все вредители, гады начнут пить сок этого растения, и он уже будет содержать вот такие отравляющие вещества. Соответственно, ваши нежелательные гости все погибнут, и растение будет спасено. Но есть те, с которыми вот так вот визуально вы можете не увидеть, особенно вот клещи. Как они характеризуются? На листах, как правило, появляются мелкие дырочки. Когда большая колония клещей, то появляется вот такой вот как бы мраморный окрас листа. Вот. И белокрылка. Белокрылка характеризует так, что она оставляет на листьях такой сладковатый налет. У белокрылки, самое интересное, являются и личинки сосущими, и сами белокрылки. И вот когда их популяции достаточно, ну, ни один и не два представителя, а уже становится более много, то появляется вот такой вот белый налет, даже черный больше, черно-серый такой налет, и на этих вот вырастает, на листьях начинает обрасовываться вот этот сажистый гриб, который, ну, это убийца, конечно. И здесь растение начнет достаточно быстро увядать. Листья начнут скручиваться и желтеть, и отпадать совсем. Меры борьбы, как я уже сказала, это октара. Не сомневайтесь, начинайте действовать сразу. Вот по первому признаку, как вы только увидели, который я назвала вам, поверьте, время идет, работает против вас. Поэтому незамедлительно обрабатывайте ваши растишки. И еще, что самое интересное, как правило, как правило, растения болеют тогда, когда воздух сухой и когда чрезмерный полив. Поэтому баклажаны увлажняем достаточно часто. Но помните одно, что нельзя брызгать непосредственно на листьях. Баклажан этого не выносит ни в коем случае. Брызгаем вокруг растений, тем самым создавая дополнительную влажность. Помните все мои советы, и я думаю, что рассада будет у вас здоровая, сильная и крепкая. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok